Добрый вечер, напомню, что в прошлый раз мы немножечко с вами не успели разобрать те нововведения, которые были введены во время Никоновской реформы. С них мы, собственно говоря, начнем и плавно перейдем к основной теме, к делению на согласие, теме очень обширной. Мы ее, конечно, сможем коснуться только, так скажем, в целом, да, посмотреть основные направления. И два из страведческих согласия, они будут впоследствии у нас предметом отдельного разбора, поэтому мы сегодня будем касаться лишь в общем. Это белокраницкое согласие, самое большое поповское согласие и согласие единоверческое. Ну, кто-то считает, что можно его назвать старобряческим согласием, кто-то считает, что это совершенно особое направление. Но, так или иначе, вот белокраницкое согласие и единоверие – это два вопроса, которые мы еще будем разбирать отдельно. Мы в прошлый раз с вами говорили о символе вере, об изменениях в крестном знамении, о замене некоторых текстов и отправке в целом. Сегодня быстренько вначале пробежимся по тем основным моментам, которые мы не успели у Мельникова разобрать, что он выделяет как главные различия на момент реформы. Безусловно, это замена написания имени Господа с Иисус на Иисус. В принципе, это момент, который широко известен, и в книгах дораскольных иногда тоже встречается и Иисус. Но встречается очень редко, потому что это явная калька просто с греческого текста. В славянских языках практически никогда удвоенное гласное в таком положении не встречается. Этому доказательству, собственно говоря, можно найти в большинстве современных славянских языков. Если мы с вами будем смотреть сербское написание, украинское написание, везде мы будем видеть одну И. В Болгарх до начала XX века была одна И. Сейчас можно встретить такое и такое написание в книгах. И при этом в прошлый раз был задан такой вопрос, какова мотивация была. Вот из книги Жезл, изданной Собором, 66-67 годов, есть такое объяснение. Сицевое есть присладкое имя Иисус, ежеприяхум от эллинского Иисус, то и сложного, знаменующего же спасителя по оному ангельскому извещению, ежекреосифу, и наречешешься ему имя Иисус, той бы спасает люди своя от грехов. Аще же не будет, то и сложно, не будет иметь того знаменования, оба подобаются ее имя, то и сложно писать. По кисим именем дверь изображается тайне, по свидетельству некоего мужа премудрой. Через два слога первое, еже есть через и, 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 ну, соответственно, где стеричные, вестеричные, души и тела, знаменается Божия Сына. Воплощенный через третий по кислоу, той письменный Иисус, является святая троица, аще оба един слог оставится, сие таинство знаменование разорится, оба весьма-то и сложно писать и подобает. Ну, то есть в данном случае мы видим, что здесь вкладывается реформаторами особый смысл в написание с двумя И, и остается только, в общем-то, задать вопрос, что, собственно, делает Мельников, а как же быть с сирийским, абиссинским, китайским языками, да, в которых звучит совершенно по-другому, и удвоить И, ну, в принципе, невозможно. Вот. Соответственно, этот вопрос разбирается достаточно широко Мельниковым, вплоть до анализа того, что в Жезле говорится о том, что если имя Иисус что-то и значит, да, с одной И, то значит равноухий, а так оно смысла не имеет, в отличие от Иисуса с двумя И, что, в общем, ну, мы понимаем, является учением ложным. В старых дониконовских книгах была общепринятая церковная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Молитва «Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас», она тоже встречалась, но была на втором месте гораздо чаще упоминается, является универсальной первой молитвой. Что касается собора, то он запретил использовать молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас» в соборной молитве, найдя в этом арианство, как это, опять же, замечается в восстановлениях собора, что также, в общем-то, не соответствует действительности. Догматизирует собор, как обращает внимание мельников, сами по себе исправление книг. Интересно, что служебник пишет. «Книга служебник, як уже прежде исправился и печатайся, и ныне при нас приложено свидетельствоваться от всего священного собора и печатается в лето 7176-е, так уже и впредь печатаются, и никто же дерзнет отныне во священное действие, прибавите, что или отъяти, или измените. А ще и ангел по нас будет глагольте, что ино, дадимате веры ему». В данном случае показательно, что сами по себе редакции «Никоновских исправлений» между собой очень серьезно не соответствуют. По разным подсчетам существует от 6 до 8 вариаций только времен «Никона служебника». В каждом что-то прибавлялось или избиралось, что-то менялось, что показывает, что, в общем, либо эта формула просто бессмысленна, технически перенесена, либо в данном случае сами же нарушают то, что установили. Также Мельников считал, что сами проклятия были догматизированы. Вот он разбирает, собственно говоря, эти проклятия в подробностях. На этом мы останавливаться не будем за неимением времени, но обратим внимание на другой момент. Мельников обращает внимание, что сами основания реформы во многом основаны были на лжи. Одну из таких ложных тем мы уже с вами в прошлый раз разбирали. Это подмена книг старой греческой и старой русской печати, которые декларировались книгами венецианских издателей и книгами западно-русской печати, украинские и белорусские издания, в которых уже были определенные достаточно серьезные изменения. Но еще более таким, наверное, явным элементом подмены, очевидным элементом является ссылка на ложные новые книги, такие как «Деяния на небывалого юридика Мартина Арменина» и на фиагностов Таебник, подделки, которые были сделаны уже во времена реформы. И, собственно говоря, еще братья Денисовы, одни из первых старо-бриджеских мыслителей, основоположников поморского согласия, разоблачили эту фальшивку. Считается, что они были одними из первых русских полиографов. Именно на основе научного анализа они выявили эту фальшивку. Текст этот долгое время никому не показывали. Он хранился в синодальной библиотеке за Сековеченом. Но когда все-таки это стало ясно, интересно, что митрополитского аэд московский сказал, что авторы подлогов неправдой послужили правде. То есть сама по себе вот эта формулировка с точки зрения Мельникова является, конечно, вызовом, то есть как ложь может служить во благо, если это сознательное отступление от истины. Ну и, конечно же, для Мельникова очень важны те казни, которые начались сразу по ходу реформы. Мы говорили, что первые аресты, первые ссылки, они уже относятся к периоду самого начала реформы, то есть прямо начиная с 1653 года, а затем сожжение протокола вакуума с соузниками. В 1682 году пункты царевной Софии, совершенно чудовищные законы, которые устанавливали, что смертная казнь по ним даже была для тех, кто укрывал сознательно старообрядцев. Сами методы проведения реформы, допустим, известны случаи, когда специальным приспособлением старообрядцам, ворот, вливали причастие, после чего их казнили. Само по себе чудовищное, в общем-то, событие, потому что непонятно, каков смысл причастия. Если это тело и кровь Христовы, то если человек достойен их принять, то как можно предавать его после этого смерти, если же он не раскаивавшийся еретик, то как можно так издеваться над святыми дарами. Все это, конечно, вызывало очень большие вопросы и нестроения для современников, и для последующих исследователей. Это было, в общем-то, достаточно очевидно. Но здесь нужно еще отметить один момент, который тоже важен для нас. Это то, что само по себе начало вот таких вот реформ, которые утверждались постфактум уже собором, а не обсуждались всем собором полноценно до этого. Реформы, которые проводились такими тайнами и порой даже ложью, они привели к тому, что когда церковь стала несколько слабее, понятно, что церковный раскол сделал так, что церковь стала во многом слабее. Здесь безусспорно это и для старообрядцев, и для русской православной церкви, потому что старообрядцы лишились, в общем-то, понятно, при покровительстве государя и нормального свободного существования, а из официальной церкви ушла достаточно значительная часть людей, которые верили искренне, которые были готовы устоять за свою веру, и во многом таким образом официальная церковь потеряла, скажем так, стержень, который мог впоследствии противостоять при, скажем, петровских реформах, да, церкви. И в этой ситуации, да, понятно, что Никон, конечно, мы уже говорили, он был молитвенником, молился очень много, да, Никон не допускал, в общем-то, многогласного партнерского пения, да, но пройдет буквально несколько десятилетий, и все это станет уже совершенно возможным, потому что никакого серьезного сопротивления, никакой такой серьезной рецепции, в общем-то, эти реформы уже проходить не будут. То же самое с живописью церковной, да, когда вместо икон будут привозиться картины и помещаться в храмы, да, художественная, иконописи западноевропейского типа, все это стало возможным благодаря ослаблению во многом церкви, да и, собственно говоря, сами по себе дальнейшая реформа, сама реформа, да, введения Синода, она стала возможным, благодаря тому, что рецепция, не то что верующего, да, но даже епископата, в общем-то, была уже не столь важна для власти, власти уже сама могла решать, куда дальше идти и куда направлять церкви. Все это, конечно, было очень печально. Ну вот, от этого мы можем перейти уже к сегодняшнему нашему вопросу. Для того, чтобы лучше понять, о чем я сегодня буду говорить, нам необходимо сразу обозначить несколько моментов. Ну, во-первых, как мы обозначим все-таки, что такое согласие, что такое толк, да, в науке нет единого мнения по этому поводу, но обычно считается, что старообрядцы обижаются, когда говорят, что там старообрядцы такого-то толка, да, вот на согласие они реагируют совершенно нормально, вот, и с другой стороны, есть подход такой, что согласие – это некая большая группа, да, а толки – это мелкие направления. Вот, но мы до мелких направлений, собственно говоря, так доходить не будем, да, мы будем брать в масштабах согласие. Понятно, что многие согласия впоследствии делились на более мелкие группы, вот, того, что там, допустим, в филипповском согласии в одном из сел произошло разделение по поводу того, что рыбьи кости на стол класть, или, да, их можно кидать на пол, да, вот такой, казалось бы, вопрос, который, ну, к делу спасения вроде как и не имеет отношения. Но на самом деле такое обыденное богословие, да, оно привело к достаточно серьезной теории о том, что ежели это Божие творение, да, то можно его класть на стол, а ежели все-таки это грязь какая-то, да, то на стол не гоже класть, надо под стол кидать, да, и по этому поводу группы разделились и между собой, да, они не сообщались в молитве, да, такое тоже бывало. Мы, конечно, будем говорить не об этом, а более глобальных вопросах, глобальных направлений. Вот, это один момент. Другой момент это, собственно говоря, разделение церкви, вот, на согласие, да, как мы его должны воспринимать. Вроде бы как раскол это всегда явление негативное, да, но, тем не менее, всегда мы говорим, что старовечество, оно такое вот разделенное, да. Здесь надо понимать, что старовецы не воспринимают в религиозном плане все старовечество как некое единство, да, которое вот разделено как пирог на куски, да, то есть, если мы говорим о галаконитском согласии, то оно себя считает истинной церковью, а, скажем, поморцев истинной церковью не считать. Если мы говорим о поморце, да, совершенно то же самое. Другой вопрос, культурное единство, да, единство традиции, и, соответственно, в отличие от, скажем, такого вот, несколько, может быть, нетерпимого официального отношения церкви, когда-то государственной, да, господствующей, ну, как хотите назовите, да, к различным разделениям, старовецы в этом плане, может быть, более терпимы, потому что они прошли сами через гонения, да, и кого-то укорять, и не в богословском смысле, да, вот укорять на уровне каких-то таких гонений, да, для них это может быть несколько чуждо. Но, на самом деле, если мы с вами внимательно просто проанализируем ситуацию, да, одно дело, когда мы говорим о, там, церкви Византийской или церкви Российской империи, да, когда есть основы, связанные с государством, да, церковь является неким духовным стержнем, и совсем другое дело, как вот в нашей современной ситуации, да, мы знаем, что помимо Русской Православной Церкви, помимо Московского Патриарха, существует еще огромное количество всяких церквей, которые себя считают православными, да, и я здесь не о каких-то там совершенно маргинальных объединениях, а, в общем-то, о достаточно таких группах, имеющих апостольское преемство, да, то есть, да, достаточно посмотреть хотя бы историю той же Русской Православной Церкви до войны, да, сколько направлений, да, можно вспомнить, и о Сиплян, да, там, я даже не говорю про обновленцев, да, направление, признававшее место блюстительства Сергия, зарубежная церковь и так далее, да, то есть, группа, которая находится вне общения, но, тем не менее, все претендуют на то, что они являются истинной православной церковью, иногда причем это переплетается весьма и весьма, так, причудливо, ну, например, был период, да, когда, там, греческие патриархаты признавали обновленческую церковь, да. Правильный, соответственно, получается, что обновленцы в это время, как бы, часть из них входит в год ортодоксии в мировое православие, да, а, ну, Тихона они, как бы, никогда патриархи не отвергали, там, стопроцентно, но все равно, как бы, двоякая ситуация получается, да. Там такие же интересные ситуации, когда, допустим, система в ортодоксе, да, 15, там, греческие версии, 14 церквей, вроде бы не находятся в общении с старостильными церквями, да, но в то же время известны контакты, там, в некоторые периоды зарубежников и старостильников в сербской церкви, да, то есть вот такие вот достаточно странные, вроде бы, на первый такой взгляд обывателя, ситуации общения и необщения, они существуют, в истории их можно найти достаточно много, поэтому само все разделение, вот это, оно нас не должно удивлять. Здесь просто условия в том, что старообайцев меньше, да, чем представители, скажем, московского патриарха, то, может быть, это более заметно, да, на самом деле ситуация примерно та, вот. Ну, и, конечно, нам нужно понять три основных чина, три основных вида чиноприема от ерища и три, как бы, вида ерища, которые выделяются у Василия Великого. Ну, ери здесь в данном случае слово условное, да, то есть вот на самом деле это три вида разделения, то есть три вида, как бы, отдаления от церкви, и, соответственно, исходя из этого, три вида чиноприема, да, первый вид и первый чин это полное отпадение, то есть полное искажение вероучения. Принимать здесь можно только, соответственно, через крещение первым чином. Второй тип это раскол, когда определенные разделения вызваны определенными разночтениями вероучений, но это все-таки разночтения не касаются самых основ веры, да, то есть, там, допустим, к первому типу мы можем, там, антитринитариев отнести, да, в втором случае речь не идет о таких вот основах догматического плана. И, наконец, третий, да, соответственно, второй случай это когда принимаются через отречение от елищей и миропомазания. Вот. И, наконец, третий, это, собственно говоря, вид, который называется раздором. Раздор не предполагает таких серьезных вероучительных расхождений, здесь именно административно-иерархическое расхождение, да, то есть, признаю я того или иного епископа, признаю я ту или иную иерархию, или не признаю ее. Вот это наиболее типичный вариант раздора. Прием, соответственно, в данном случае идет через просто покаяние в грехе, раздора и возвращение в общение. Но не всегда вот эти части, да, вот сами чины, чины приема, да, соответствуют степени отпадения. Ну, вот, допустим, понятно, что старообрядцы и признавшие реформы Никона между собой, да, считают друг друга раскольниками. Так или иначе, да, сейчас можно, конечно, говорить, я говорю о поповцах в данном случае, да. Конечно, сейчас можно говорить там о том, что русская православная церковь несколько пересмотрела свои взгляды, но в принципе в таком чистом виде можно эту ситуацию рассматривать как второй чин. Но, допустим, если старообрядцы принимают от русской православной церкви кого-либо в общении он крещен погружательно, все сделано в соответствии с канонами принимается вторым чином, да. То есть типичная ситуация раскола то же самое как бы, да, и с старообрядческой церкви логично. Хотя принимают по-разному, да, но логично так. Но мы имеем очень много примеров обливательных крещений, да, и поэтому многих принимают первым чином, да. Хотя, понятно, что старообрядцы ни в коем случае не считают членов русской православной церкви и этиками первого чина, да. То есть понятно, что это не так, да, но прием через первый чин, потому что не крещены с точки зрения старообрядцев. Вот. И если, допустим, это в 18-м веке было, ну, таким исключением, то есть в основном это касалось южно-русских губерний, Украины, Малоруссии, да, такие типичные, допустим, там у известного миссионера отца Тимофея Верховского, когда его должны были поставить единоверческим диаконом, ну, как бы сразу выбор невест, там, где вот он был, да, на стародубе, как бы вот всех малороссиянок отвергают, да, потому что не так крещены, да, и вот там остается две семьи, в которых, в общем, там, крещеные погружательные девушки, да, там одна не понравилась, там, тетка у нее была с плохим характером, поэтому взяли из другой семьи, да, вот как бы это совершенно так все было понятно. Сейчас это совершенно ситуация, когда в каждом конкретном случае надо разбирать, да, потому что что там в то время в Москве крестили погружательно, сейчас можно найти и те, и те военные Сибири, там, все было погружательно, да, в послевоенный период, есть епархии, в которых там вообще уже не крестили погружательно, да, то есть вот это как бы нужно иметь перед тем, как мы с вами будем говорить о конкретных разделе. Ну, разумеется, что уже в первые годы после раскола русской церкви, начатой Патриархом, да, среди старовляйцев начинается обдумывание того, как же, собственно говоря, дальше существовать, потому что мы уже говорили, что единственный епископ открыто, пошедший на конфликт, Павел Коломенский к этому времени уже упокоился, точные обстоятельства его смерти неизвестны, но по старобайческой традиции его убили люди, подосланные Никоном, во всяком случае, даже собор 66-67 года признавал и вменял Никону вину самочинное извержение Павла Исана и его самочинную ссылку. Вот. Так или иначе, у старовляйцев не остается действующих епископов. Да, есть епископ сочувствующий, я их в прошлый раз перечислял. Пока они находятся на своих кафедрах, в общем-то, многие могут служить по-старому. Как только они уходят, ситуация кардинально меняется. Соответственно, встает вопрос, а как же существовать дальше? Пока много священников старого поставления, вопрос этот больше такой риторический. Но, тем не менее, уже в 90-х годах достаточно отчетливо видно, что выделяется направление, которое начинает смотреть на проблему в более таком эсхатологическом варианте и отказываться от священства не в силу того, что священства нет, да, вот они пока действующие священники, то есть старого поставления, но уже осознавая, что вот новые поставленные священники будут поставлены уже от архиереев нового обряда и они уже не склонны признавать этих новопоставленных священников, то есть они мыслят не в категориях вот этих трех чинов, о которых мы говорили, а мыслят в более радикальной существовавшей тоже у святых отцов теории, но возведенные ими в абсолют теории того, что от еретиков таинству принимать нельзя, да, то есть они как бы все это смещают в первую часть, то есть они любые разделения признают ересью, именно вот то, о чем мы говорили в первом чине, соответственно появляется учение о духовном антихристе, о том, что антихрист придет не чувственно, так как собственно говоря традиционно признавалось в церкви, а придет он в виде такого вот царства во всем мире, истребление священства, без священнословного так называемого состояния, совокупность, то есть духовное антихристе это царствие совокупности различных ересей в мире, да, и приближение конца света, большинство беспоповцев встанут именно на эту точку заедения, и в то же время разумеется, что остается значительная часть старобрядцев, которые воспринимают ситуацию совершенно по-другому, да, ну вот видим, что уклонилась официальная церковь въедь, но въедь, въедь, в шерп, в смысле, да, либо раскол, либо раздор, скорее, для поповцев, да, но это не значит, что через покаяние, через миропромазание невозможно принимать священнослужителей, поначалу это вызывало очень большие суждения, были разные случаи, были случаи, когда в облачении священника пытались принимать первым чином, да, ну это, конечно, такие, скорее, исключения, курьезные случаи, в общем-то, то есть, ну, считая, как бы, яйтиком первого чина, да, как, 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 как спасти священство, да, так всего, засунут купель в воплачение, да, ну, понятно, курьез, да, но, разумеется, что для большинства, в общем-то, было очевидно, что здесь либо второй, либо третий чин, и разделение шло именно по этому, об этом мы еще будем говорить, но, в целом, первая традиция была распространена на ветке, нынешняя Гомельская область Белоруссии, тогда Речь Посполитая, там принимали через меры помазания, вот, практика была отцом Феодосием там введена, об этом сейчас еще будем говорить, вторая традиция, третий чин, то есть, покаяние, была характерна для диаконного согласия, последователя диакона Александра Керженского, автора диаконовых ответов, которые доказывали подложность соборных деяний Мартина Еретика, Феодосова Таебника, вот, были у них и свои, конечно, другие отличия, но для нас в данном случае важно именно это, то есть, эти люди, они осознавали, что, собственно говоря, ситуация не какая-то из ряда вон выходящая ситуация, такая, которая, в общем-то, в истории церкви была не разная, при иконоборцах, при других еретиках история продолжается, еще конца света нет, просто гонения на Христову церковь, то есть, в принципе, ситуация, хотя и воспринималась как, конечно, неправильная, да, но ситуация, которая была объяснима, и вот, если вернуться к Зиньковскому, то у него такое разделение, он считает, что поповцы это страдаются оптимисты, а вот беспоповцы это страдаются пессимисты, да, то есть, ну, он немножко так, конечно, у него есть еще такой вот момент, он беспоповцев пытается вывести из такой группы, существовавшей в русской церкви, еще до раскола, капитоновцы, вот, такие приверженцы гипераскезы, пост там даже на Пасху, там и так далее, там были такие радикальные взгляды, священство, в общем, ну, вроде как и нужно, так, где-то оно есть, да, но, вот, ну, конечно, влияние определенное в этом плане, можно сказать, что было оказано, но, все-таки, с моей точки зрения, сказать, что беспоповцы были прямые наследники капитоновщин, то, здесь, это, конечно, уже такой перегиб, потому, что беспоповцы тоже, в общем-то, несмотря на свои взгляды, многие беспоповцы первого периода смотрели достаточно так, с надеждой, все-таки, что когда-нибудь, где-нибудь, вот, все-таки объявится православный епископ, от которого священство можно будет принять, как-то вот путей они этих не видели, хотя были примеры, сейчас беспоповцы любят это отрицать, но, в общем-то, есть источники, которые показывают, что даже объединялись вместе с поповцами, объединялись по несколько, представители нескольких согласий, которые вместе занимались поисками истинного епископа, вот, соответственно, по ней ужесточение преследованные старобрядцев со стороны властей, возникали все больше группы старобрядцев, уходивших на рубежи, на границы, подальше от центра, либо же вообще за границу. Одно из таких ранних направлений бегства, домом, вот, это, конечно, юг России, то есть, это дом, известная, вольница, его притоки уже в 70-х годах наполняются большим количеством старобрядцев, в частности, на реке Хапер, было особенно много здесь проповедовал, священный инок еще до Никоновского поставления Савелий, распори в его скиту, правда, привели к тому, что его схватили и впоследствии он был сожжен, это было, так сказать, по воле атамана, который не хотел с Москвой ссориться, но его влияние было очень большим, в августе 1683 года в Донской столице в Черкасске некий отец Василий открыто читал грамоту с призывом идти на Москву и восстанавливать старую веру, интересно, что со временем благодаря местной власти, в данном случае казачьи были более лояльны и ему они позволили служить по-старому некоторое время. В 1683 году в Устидона возникла пустая священная на Пеодосии, а впоследствии туда переселяется игумен Досифей, который был в 1662-68 годах настоятелем Никольского монастыря под Тихвином. Досифей завязал тесные связи с пустодерскими мучениками, с Авакумом и с его соузниками одновременно с Бояриной Морозовой. Там создается очень большой мощный центр. Постепенно центр этот распространяется на Северный Кавказ, по Кубани, по Тереку. Кроме Досифея на Кавказ уходят Ацифеодосий, Пахнутий, переселяются на земли Кабарды, то есть уже пограничные земли. Особенно миграция увеличивается после знаменитого Булавинского восстания. Уходит целая группа в 1708 году сдана на Кубань, а потом в Турцию, потом разделится и часть будет жить в Турции, а часть на территории нынешней Румынии и нынешней Одесской области Украины до сих пор проживают так называемые Некрасовцы. Они же Игнат-казаки, в Турции их называли Игнат-казаки по имени Игнат-Некрасов атаман, а у нас их называли по фамилии Некрасовцы. Интересно, что из этого войска будут выбирать охрану турецкого султана. Элитные такие части, насколько это можно казакам применить в понимании. И собственно говоря, Некрасовцы известны хорошо до сих пор. Часть их вернулась в Россию, сейчас тоже проживает на Кавказе, часть осталась в Румынии и в Одесской области. Это мощное одно направление. Затем мощное направление это Стародубье современное, Барянская область и ветка, соседствующая ветка. Ветка сегодня это Белоруссия, тогда это Речь Посполитая, то есть земли уже за рубежом и там собственно говоря именно Беглопоповское направление играло главную роль. В Стародубских Слободах удобно было заниматься торговлей, достаточно быстро стараются подняли экономический уровень этих земель. Один из первых известных священник, который туда переселился, это отец Кузьма или Казьма из храмов всех святых на Кулишках, то есть храм достаточно знаменитый и паства его видимо была не очень-то бедной. 20 семей духовных детей переселяются в некоторых источниках написано, что в 60-е годы, но так вот современные исследователи все-таки пишут, что конец 70-х годов 17-го века. Здесь сотник Стародубского полка говорил Иванович помог своему другу Папу Казьме обосноваться. Рядом поселился священник Стефан Иванов, выходец из Белева, и то, что здесь старобрядцы могли существовать более-менее свободно, это, конечно, привело к тому, что постепенно сюда начинают перемещаться значительные группы старобрядцев. В Стародубье выросло много посадов, ну, собственно говоря, до сих пор земли населенные старобрядцами достаточно плотно, и представители Новозыбковской иерархии, представители Белокреницкой иерархии, такие города, как Новозыбков, Клинцы, и вокруг них множество более мелких поселений. Однако, после того, как были изданы знаменитые статьи Софии, в России находиться стало небезопасно. И тогда отцы Кузьма, отец Стефан, они переходят через границу за польский рубеж, на ветку. Там, на земных панах Олецкого образовалась такая старобрядческая Палестина настоящая ветка в этот период. До сегодня ветка почти уже нет старообразов, как бы в Гомельской области есть, но в самой ветке к сожалению почти традиция утрачена. Есть в самом Гомеле, в Злынке ветка в то время была таким центром, но собственно говоря, ветка воспринималась не как населенная в данном случае ветка это целый, а регион. И здесь были очень хорошие условия. Почему они собственно говоря были такие хорошие? Это связано было с тем, что в Польше ну для нас сегодня как бы Польша такая католическая страна наверное одна из самых образцовых католических стран Европы в сегодняшний день. Вот. На самом деле в Речи Посполитой все было все зависело от того на землях какого пана ты живешь. То есть там даже были поселения антитриниторий. казалось бы которых пофиги в Року гнали если тебе пан на земле который ты поселился разрешает исповедовать твою веру пожалуйста. Поэтому Халецкому было выгодно что появились такие работящие экономически подкованные староверы и в общем-то им был дан зеленый свет. На ветке удалось открыть Покровскую церковь со старым антиминцем здесь создание этого храма было связано с именами донского священноинока Иосафа бежавшего на ветку и рельского священноинока Феодосия если верить свидетельствам двух сочинений XVIII века оба эти сочинения называются историей о бегствующем священстве одна написана написана Иваном Алексеевым беспоповцем вторая Иваном Курносом беспоповцем Феодосий был рукоположен еще патриархом Иосифом Около 1683 года Феодосий основал свою старообрядческую пустырь на реке Северский Донец В 1686 году он был арестован его отправляют в Киево в Белозерский монастырь там несколько лет прожил и внешне принял реформы но в результате как только надзор за ним ослабел он бежал и сначала бежал на Керженец вернулся в старообрядчество а потом оказывается в Калуге и в 1695 году он тайно находит храм который был неповрежден теменцем но служба за ветхостью в нем не совершалась церковь Крова Пресвятой Богородицы и там он осветил большое количество запасных дорог чтобы чтобы вспомнить проблемы с причастием хотя бы на какое-то время у староверов не было особенно это картинно все описывает Мельников Печерский в очерках попрощенное согласно староверческому преданию Феодоровичу удалось еще и забрать оттуда иконостас старый иконостас времен Ивана Грозного и перевести на ветку а на ветке в это время уже был антиминс его привезли туда через Белевскую Старицу в Милане ученицу Аввакума вот отцу Иосафу не удалось он не успел создать выстроить церковь а Феодосий быстренько здесь сумел убедить местное население в необходимости быстрого строения церкви и очень быстро появилась Дубовая Покровская церковь интересно что кстати я говорю не знаю обращали внимание не обращали устребляться очень много храмов проимет Покрова то есть вот и кафедральный собор на Горгушском кладбище и Малозыбковской иерархии московские храмы да и вообще если вы поедете к Парахии храмов Покрова найдете огромное количество многие считают что это связано с тем что первая Беглопоповская церковь была освящена именно в честь Покрова интересно что к освящению храма Феодосий привлек еще двух священников безместного московского священника Григория и своего одного брата Александра Александр уже был священником не старого поставления то есть здесь мы видим уже пример чиноприема вот и Феодосий и отцы которые с ним служили они на ветке начинают принимать в общение священников и рассылать их в разные места наличие запасных даров возможность служения литургии и возможность принимать в общение священнослужителей сделало из ветки действительно очень крупный центр еще раз напомню что ветка принимала вторым чином то есть под меропомазанием на стародубье стародубье стародицы которые там оставались там сильны были позиции вот этого дьякому согласия которое принимало третьим чином вот ну что здесь важно отметить понятно что принимать священников это конечно хорошо но стародицы никогда не оставляли попыток получить собственно полноценную иерархию понятно что стародицы осознавали что епископ церкви необходим и только в 18 веке было не менее 14 попыток я все перечислять не буду к сожалению преимущественно неудачных то есть мнение что в течение 180 лет со времен собора до присоединения митрополита Амбрусия устраивается вообще не оболвом епископов все таки оно несправедливым самостоятельной иерархии возникает только в 1846 году но попытки такие в общем-то существовали первое ну собственно говоря попыток получения было очень много там у Иерусалинского патриарха несколько раз просили просили у других греческих археев у грузинского археев одного из митрополитов который жил в Москве он отослал к патриарху грузинскому поскольку здесь он был в гостях и не мог сам совершать поставление в Грузию выехать не удалось из-за войны там ну и так далее и так далее таких ситуаций было очень много в Молдавии часто пытались получить но вот первая такая ситуация когда епископ был принят в общении она была в 1724 в 1734 году вот это была ситуация с Епифанием епископом рукоположенным ясским митрополитом Георгием за 10 лет до этого ну часто можно встретить что он надпись что он там лжеепископ на самом деле поставление у него было другой вопрос что это был за человек вот человек был достаточно авантюрный как Епифанием Ревудский был уроженцем Малороссии и его в общем с карьера сначала складывалась очень хорошо он получил достаточно большие денежные средства на службе у киевского митрополита занимал при нем очень большую должность но как это бывает в общем достаточно часто проворовался вот и в результате бежал в земли яского митрополита с собой прихватив определенные документы на основе которых он там был в общем не совсем правильно рукополом но тем не менее поставление было впоследствии он когда все это выяснилось вернулся на территорию России его взяли и он попал в заключение старообрядцам удалось его вынуть из заключения не буду сейчас рассказывать все подробности если интересно Мельников-Печевский наиболее красочно об этом рассказывает его доставили на ветку Епифаний себя показывал как желавшим принять старообрядчество но очень скоро в общем выяснилось что архиерей он никудышный старообрядчество ему не близко хотя он успел для старообрядцев поставить 14 священников но в общем в результате этих священников фактически не признавали потому что начали проводить расследование и поняли что он собственно говоря происходит из Малоруссии и крещение то у него скорее всего обливательное там правда была партия которая пыталась эту тему скажем так закрыть и даже сочинили легенду о том что если придут тебя спрашивать то я рассказываю что меня даже в детстве дразнили утопленником потому что всех крестили обливательным меня значит погрузили но понятно что это в общем-то не особо все было убедительно старобрядцев к нему охладели держали его в заключении фактически он находился вне свободы и вот императрица Анна и Анна в 1735 году посылает на эти территории войска так называемая первая выгонка святки и старобрядцев загоняют обратно на территорию России Епифаний был жутко обрадован он думал что Анна и Анна прислал освободить войска его ну в общем просчитался был взят сначала вроде как к нему полковник хорошо отнесся но был взят под стражу переправлен в Киев и скоро скончался в тюрьме ну его физическое состояние к тому времени было уже достаточно печальным потому что в заключении он начал сильно пить у него началась водянка в общем короче говоря первый опыт был крайне неудачным более удачный опыт но не нашедший продолжение был в середине 18 века когда по требованию турецкого султана архиепископ крымский Гедеон рукоположил для гребенских кубанцев их кандидата Инна Кофеодосия в сан епископа Кубанского и Терского со временем этот епископ перешел к казакам некрасовцам в Добруджу но не поладил с ними поселился на левой стороне Днестра там построил в Слободу маяки собственно говоря до сих пор существующую сейчас это Одесская область Украины там впоследствии умер по свидетельству того же Мельникова Печерского местные жители считали Феодосия святым почитали его могилу но продолжения там этой истории не было еще одна практически удачная попытка но закончившаяся в результате неудачная это попытка 1779 года когда дьяконовцы отправили иноков Иосафа и Рафаила в Грецию и Палестину для поисков архиереи готовы прийти в Старобрядчество и Иосаф был посвящен в 1781 году епископом Герасимом в Эромонахе это было в Константинополе а потом иерусалимским патриархом Даниилом в Архимандрите тот же Даниил возвел инок и Рафаила в епископы но он умер в Турции так и не вернувшись из Иерусалима в Россию то есть здесь мы видим что продолжения не было были и ситуации более скажем так печальные даже печальнее чем ситуация с Епифанием ситуации самозваных епископов вот соответственно это Афиноген и Анфин Афиноген был беглым диаконом Ново-Иерусалимского воскресенского монастыря звали его Амбросий он явился под именем иеромонаха Афиногена к старовечественному бабу Патрикию и когда втерся в его доверие он в общем-то начал делать намеки о том что он архиерий то там придут к нему архиерийские благословители кого-нибудь задумываются то элементы облачения у него там какие-то стали появляться ну в общем короче говоря появились у него те кто признал его вот последователи из дьяконовцев он стал ставить попов и дьяконов вот но старовецы они все очень относились серьезно к таким вещам поэтому были отправлены запросы было выяснено кто это денежки отправлены были в Москву и в Петербург и в места где он до этого появлялся деньги были видимо направлены хорошие то есть все справочки были привезены и Афиногену пришлось в срочном порядке бежать в Польшу где он вступил на военную службу там потом дослужился по некоторой информации до капитана женился ну в общем типичный авантюрист еще более интересна была ситуация с другим лжеархиереем Анфимом который именовал себя епископом Кубанским и Хатинский Рай вот он тоже был из прибежавших из России его облик он внушал такое доверие потому что действительно посидел и в заключении и побывал претерпел большие муки в молодости у него были рваные ноздри там такая личность которая внушала доверие что он пострадал за старую веру вот и он решил получить поставление от того самого Афиногена но у Афиногена уже ситуация была критическая понимал что если он сейчас поедет навстречу могут его и задержать поэтому Афиноген сообщил что он проехать никак не может но подготовил справки святых отцов когда хератония совершалась на расстоянии и был договорен что значит он будет читать молитву на поставление а Афин соответственно будет облачаться в это время но когда Афиноген облачался Афиноген уже убежал в Польшу в общем он думал что его руку положили а получилось так что очень скоро страна узнали что Афиногена уже нет потом он попытался всеми правдами и неправдами подтвердить свое архиорейство через браиловского митрополита Даниила вот в Румынии ну тогда на территорию еще Османской Иперии вот но это уже все в общем-то было достаточно понятно для старобайцев что это самозванец и в результате казаки расправились с ними в присущей манере то есть его просто потопили в Днестре схватили и утопили как самозванца в Днестре последователей у него не было вот поэтому ситуация такая ситуация такие достаточно печальные они привели к тому что со временем старобайцы начинают искать какие-то другие варианты и один из вариантов который приходил некоторому голову это получить священство от церкви господствующего от синода но здесь конечно вставал вопрос дальнейших взаимоотношений да то есть одно дело получить архея который будет независим на что как понимали страдается ну скорее всего никто не пойдет либо находиться в какой-то зависимости так возникает единоверие возникает несколько раньше чем мы его привыкли читать с 1800 года всю хронологию этих событий мы разберем через одну лекцию в лекцию о единоверии скажу лишь что в общем-то еще до правил единоверия установленных императором Павлом присоединилось порядка 20 приходов вот это были те приходы которые добровольно вступали в общение а потом началась достаточно тяжелая история до Николая Первого еще порядка 20 приходов присоединяется очень медленно большинство строя не хочет идти и лишь при Николае насильственную медленно в единоверии начинают загонять народ но это уже отдельная тема мы ее будем разбирать уже в рамках другой лекции но пока оставляем еще один центр который конечно стоит упомянуть это центр на кирженце вот здесь тоже активно действовали старобайцы поповцы ну и здесь происходила знаменитая полемика как раз которую я уже упоминал между дьяконом Александром и нижегородским епископом Петеримом жаль что нет времени просто это разобрать но это один из крупнейших центров опять же то есть нижегородчина и прилегающие территории становятся крупнейшим центром ну и еще наконец один важный центр это конечно Иргиз это центр связанный с Саратовом с вот этой частью по Волжье где тоже активно действовали старобайцы поповцы здесь очень многих священников принимали в общение были периоды когда здесь набиралось до 200 священников которые принимали здесь в общение среди этих священников конечно были священники разного качества были ну надо сказать что старобайцы очень так относились к приему то есть самозванцев там быть не могу самозванцы попадались например вот у турецких старобайцев потому что они не могли проверить уникрасовцев там действительно истории были здесь в России конечно таких ситуаций не было с откровенными священниками самозванцами потому что сразу же проверяли генеалогию поставлений вот и вот так же как в случае с этими епископами самозванцами достаточно было короткое время чтобы выяснить избавиться от них вот но конечно священники были которые по собственному желанию уходили а были священники которые скажем так искали более теплое место чем место провинциального священника поэтому ситуация это безусловно для старобайцев была неприемлемой и это была ситуация лишь времен хотя еще раз повторюсь кандидатов было достаточно много пока разрешали так или иначе их принимать ситуация была такая что кандидаты шли интересно опять же вот если вспомнить воспоминания отца Тимофея Верховского миссионера единоверческого проповедовавшего в стародубии вот его отец как раз был такой беглый поп он когда приехал в Москву там уже было договорено что значит примут у него была масса родственников священников которые служили у старобрядцев пришли к старобрядцам служили в разных местах в Подмосковье то есть связи были и каналы были налажены для желающих прийти безусловно священников таких преследовали но при Павле первом и Александре первом положение было достаточно сносным но это период то есть здесь нужно отметить что это период после Екатерины при Екатерине начинается послабление есть правда большая мифология связана с отношением Екатерины к старобрядцам вплоть до того что она чуть ли там не старобрядцам там хотела даровать свободы и вообще очень их любила на самом деле Екатерина исходила исходила из простого прагматизма были свободные территории которые необходимо было заселить работящими людьми и за это разумеется им нужно было что-то дать да вот такая вот относительная свобода вероисповедания ограниченная как раз была этим стимулом ну плюс освобождение от налогов военные и так далее те же греки немцы они примерно в это время к нам тоже приезжают поскольку тоже облегченная возможность работы но для старобрядцев это было конечно же очень выгодно число монашествующих на Эргизе по отдельным монастырям в это время колебалось от 100 до 700 человек в 1828 году рекордно 3000 иноков не считая послушников вот то есть это огромный центр очень мощный центр плюс к этому времени возникает еще один важный центр старобрядчества поповского это Рогожское кладбище Екатерина Вторая во время эпидемии чумы выдает беглопоповцам Рогожское кладбище а беспоповцам Преображенское кладбище в связи с необходимостью массового захоронения умерших и в благодарность за помощь старобрядцев в уходе за пострадавшими во время этой чудовищной эпидемии вот соответственно Рогожское кладбище становится таким московским центром где были возведены три огромные часовни собственно говоря три храма которые существуют сейчас храма русской православной церкви Никольский он был первой часовней старобрядческой просто впоследствии он был передан единоверцем и через единоверие он стал храмом русской православной церкви Покровский собор это кафедральный собор русской православной старобрядческой церкви который считался одно время одним из главных одним из крупных соборов Москвы вплоть до того что в литературах встречается утверждение что до храма Христа Спасителя он самым уместительным и наконец Рожественский третий храм самый поздний уже начало 19 века который сейчас восстанавливается ну так вот царствование Павла и царствование Александра это очень благоприятные периоды в 1822 году были утверждены правила о попах и молитвенных домах в соответствии с которыми старобрядцам разрешалось содержать при своих часовных беглых священников не подлежавших суду за уголовные преступления на этих священников возлагались обязанности вести метрические книги несмотря на то что правила эти считались секретными их разослали только губернаторам понятно что старобрядцы тут же о них узнали надо сказать что возникла тоже дискуссия было Лужковское не очень большое согласие которое говорил что вести метрические книги это во времена гонительных властей это недопустимо вот но все таки большая часть конечно старобрядцев принимало эти правила и в первую очередь Рогожское кладбище где в начале девятнадцатого века одновременно служило двенадцать священников само собой очень много было прихожан алтарей не было но были походные церкви которые ставили внутрь и служили в них по преданию одна из этих походных церквей была подарена атаманом Платовым вот к двадцать второму году было уже три таких церкви полотняных походных и в двадцать третьем году синод запрещается уже этим них но все равно служит а после того как уже явочным порядком это было запрещено церкви изымали служили уже конечно тайно но тоже на Рогожском служили служба не прекращалась там жили иноки ночами часто здесь уже конечно не было регулярных литургий да но богослужение продолжалось и при постоянном росте числа прихожан Рогожского кладбища здесь был огромный центр правда со временем старобрядцам было запрещено переезжать из одного места в другое а потом при Николае уже вообще стали отправлять беглых новых беглых священников на место их предыдущего служения то есть фактически канал был перекрыт и поэтому при огромном количестве паства в 45-м году уже было всего три священника и три диакона не хватало духовенства и в других крупных центрах старобрядчества и соответственно вновь встает вопрос что делать и начинаются очередные поиски архиерии которые на этот раз уменьшаются успехом об этом мы будем говорить в следующей лекции в 1846 году старобрядцам удалось уговорить перейти к себе митрополита Амбруси Босносараевского проживавшего в Константинополе на покое но с правом служения он был со своей кафедры удален по требованию турецких властей потому что поддержал боснийское восстание боснийских сербов в восстании против турок но разумеется не был запрещен ему был выдан храм в кормлении просто в Константинополе вот и этот архиерей который канонизирован в нашей церкви был найден здесь старобрядцами и перевезен на территорию Австро-Венгрии в село Белая Креница сейчас в двух километрах Атурманской границей это уже Украина где был совершен членоприем и впоследствии от него произошла иерархия так называемая Белокоренитская или в миссионерской литературе ее еще называют Австроистской по территории но устраивается на это обижаемся на термин Австроистская мы считаем Белокоренитская иерархия это адекватный термин собственно говоря иерархия продолжается в России русской православной староведческой церкви и вторая митрополия в Румынии с титулом Белокоренитского и Бухарестского но реально кафедра на сегодняшний день после вторжения советских войск в Буховину он находится в городе Бреила на юге Румынии вот два две митрополии которые собственно говоря отсюда происходят но не все прямо скажем сразу захотели принять митрополита Амбруси остались беглопоповцы которые продолжали принимать через второй приученный чин хотя в принципе в это время существуют яконовцы но их становится все меньше и меньше в результате диагнозы практически растворились потому как часть из них ушла в единоверие а часть присоединилась все-таки к Белокоренитской иерархии осталась часть беглопоповцев которые не захотели признать митрополита Амбруси ну за неимением большого количества времени скажу что это часть следующей выдвигала такие главные претензии значит они сомневались в том был кричен митрополитам вообще погружательно хотя в общем-то делегации в Грецию показали что в это время кроме акуниадских священников там практически все крещения были погружательными условия на которых присоединялся митрополит Амбруси гарантировали ему весьма небольшое но все-таки жалование это вменяли в продажность на самом деле несостоятельный тезис сумма была незначительной а впоследствии митрополитам врачи предлагали вернуться в Царьград уже с получением кафедры это уже было связано с политическими событиями мы об этом будем говорить отдельно ну и ряд других претензий в частности спор по поводу Белокреницкого устава так называемого о котором мы еще поговорим говоря о Белокреницкой иерархии так или иначе вот это вот ветвь священников которые не приняли митрополита Амбруси она продолжалась но их становилось все меньше и меньше практически все бегают попы признали священство митрополита Амбруси в том числе признала Рогожское кладбище таким центром вокруг которого объединилась оппозиция был священник Павел Тульский он на некоторое время во всяком случае по версии белокреницких старобрядцев он присоединялся признавал иерархию ведущую от митрополита Амбруси но в конце концов все-таки отсоединился и вот от него ведет происхождение собственно говоря альтернативная Беглупоповская иерархия которая дошла до начала 20 века и в это время она очень серьезно сократилась очень серьезно находилась в очень плачевном положении потому что священников собственно говоря желавших переходить в тех условиях было крайне мало качество священства было тоже весьма невысоким среди беглых попов ну например у отца Иоанна Кударина такой очень интересный деятель это главный священник армии и флота армии Колчака старобедческий именно вот он по происхождению был из часовенных и вот как раз занимался своими поисками иерархии старобедческой в результате стал священником белоконинской иерархии так вот он первое его общение с один из таких вот беглых священников он вспоминает что священник сидел нога на ногу что-то крестился весьма небрежно но купцы которые собственно говоря так скажем опекали ну а что делать другого нет человек он хороший старается ну вот он привык так служить ну не может он по-другому да или там есть еще история как наш один дальневосточный архиарей он тоже с таким вот беглым попом достал такого беглого попа для своей общины повез его значит в общину но был пост и на станции попом сказал слушай иди курочку мне купить как же пост там говорит ну я же помирать что ли я же путешествующий там да понимаете все-таки страбец это уже был все ну такой попом уже не котировался вот поэтому вот этот кадровый кризис он вызвал ну опять же в условиях все-таки дарования свобод вероисповедания хоть и относительного в 1905 году при Николае Втором опять же поиски усиленной архиереи и хотя это шло достаточно сложно скажем одним из таких архиереев который вруч как присоединился к деглопоповцам был знаменитый владыка Андрей Ухтонский вот причем присоединился очень интересно там есть разные описания но сам он написывает так что он сам себя помазал староборенческим миром во имя богослужения да этим как бы вступил в общение со староблецами но из этого ничего потом не вышло в общем сам Томский так в одной из тетрадок которые приписывают сейчас опубликованных пишет что он впоследствии все-таки признал белукраининскую иерархию хотя формально он никогда к ней не присоединялся вот а где брали мир это староблецы разбавляли разбавляли елеем да были правда случаи когда нарогожки попытались сварить свое но это конечно вызвало скандал а так вообще просто разбавляли елеем вот и в такой сложной ситуации трехчинную иерархию оставшиеся беглопоповцы смогли восстановить в 1923 году когда в саратовском храме священномученика Дмитрия Солунского настоятель этого старобряческого храма Никол Тихомиров через миропомазание присоединил к беглопоповству обновленнического епископа вернее даже на тот момент уже архиепископа Николу Позню но поставление он был Тихомиров то есть там поставление было еще Тихоновское но он после этого очень быстро ушел к обновленцам там ему не понравилось и вот он пришел к старобряцам ну как понятно что я как представитель другой иерархии могу какие-то свои соображения высказывать но в принципе чиноприем был произведен там как бы в человека мы не залезем да там тот же тот же епископ Андрей Томский например говорил что зарябь глупопоповцы значит они совершенно утратили чутье там не того приняли но чиноприем был в общем-то произведен тем же вторым чином как и митрополита амбрусия то есть в данном случае образовавшаяся иерархия она по вероисповеданию с нами идентична с русской православной страбрической церковью а если говорить о наших взаимоотношениях то третий чин соответственно да то есть разделение по иерархическим причинам непризнание нашей иерархии непризнание восстановления иерархии в девятнадцатом веке через митрополита амбрусия сопротивление этой иерархии девятнадцатого декабря 1923 года было собрание беглопоповцев которые постановили именовать архиепископа Николу архиепископом московским саратовским всея России да и православных христиан вот и с 2002 года официально эта церковь называется русской древней православной церковью в Москве ее храм находится на метро Павелецкое на выходе из метро Павелецкое большой красный храм в общем-то построен был Галукайницким но поскольку храма беглопоповского в Москве не сохранилось вернее один сохранился но он в частной собственности вообще не как молитвенное здание используется то наши в свое время передали храм подарили его беглопоповцам в сентябре 1929 года к ним присоединился единоверческий епископ Стефан Расторгуев ну он есть разные немножко версии но в общем-то ясифлянского поставления скорее всего был архиерей первоначально центр был в Саратове месте пребывания архиепископа в 1924 году его перенесли в Москву при Никольском храме на Рогожском кладбище он располагался один из пределов там центральный алтарь два предела есть вот один из пределов был передан соответственно в центральном тогда служили единоверцы а во втором боковом новообрядцы из ликвидированного храма Сергия в Рогожской Слободе вот потом в 1955 году центр переехал в Куйбышев в 1963 году переместился в Новозыпков в Брянскую область ну в 2000 году возвращен обратно в Москву фактически как бы два центра Новозыпков и Москва кафедральный Спаско-Аваженский собор Новозыпков был закрыт в 1938 году но восстановил свое существование в 1943 году вообще со временем войны связаны некоторые вопросы существования вот этой вот иерархии новозыпковской в данном случае как бы это вопрос который стоит скорее риторически мы принимаем вот новозыпковской иерархии в сущем сане священства но тем не менее есть некоторые вопросы связанные с продолжением этой иерархии в период Великой Отечественной войны потому что нет внешних свидетельств поставления архитрископа Иоанна Калинина который был поставлен на Кавказе в общем в состоянии такой секретности ну здесь как бы мы утверждать конечно ничего не можем потому что есть лишь вопрос о том что все-таки у нас нету стопроцентной информации нету оригиналов ставленческих грамот с одной стороны в условиях военной понятно это все было сложно с другой стороны все-таки свидетельства каких-то внешних должны быть вот ну тем не менее иерархия продолжается в 1988 году первая канонизация святых была Андрей Рублев Максим Грек митрополит Макай Патриарх Гермоген Патапа Паваку были канонизированы существуют духовные училища раньше было в Новозыбкове сейчас оно перенесено в Москву там два теоретических курса два практических то есть фактически уже два следующих курса это просто богослужебная практика вот ну в разные периоды оно существовало в разной форме когда-то там были достаточно серьезные версии были периоды когда там больше было практики ну учебное заведение существует в этой юрисдикции происходило два таких крупных за последнее время раздора в 1999 году это был раздор связанный с тем что в документах была прописана в юридических документах поданных государства квалификация как бы вероучения церкви была дана идентичной русской православной церкви с этим не согласился ряд прихожан и их возглавил епископопа Полинарий Дубинин на тот момент курский священник который параллельно очень интересная личность он профессор химии преподаватель одного из московских вузов поэтому он ну у него были несколько разные виды с священоначалием русской православной церкви разные взгляды на некоторые вопросы вот и епископ Тучинский епископ Евмений который в этой иерархии находился в Румынии румынский а епископ в Румынии у них 5 или 6 сейчас точно не скажу приходов он поставил в Аполлинарии Дубинина в епископ впоследствии Евмений вернулся в общение с русской православной церковью Аполлинарий поставил нескольких своих преемников с ними они тоже поругались достаточно сложная ситуация но там буквально то есть на каждой общине там по епископу у самого Аполлинарии конечно есть определенное количество прихожан не только в России есть и зарубежные прихожане человек еще раз говорю очень интересный много раз на конференциях приходил сообщаться такой очень творческий человек хорошо знает иностранные языки вот второй пример такого раздора он был связан с так называемой славянно-грузинской церковью этот раздор у нынешнего патриарха Ильи грузинского был секретарь грузинский писатель Чехава в крещении Иоанн который увлекся староведческой проблематикой и в результате присоединился к русской древней православной церкви но со временем два епископа русской древней православной церкви это еще в конце 80-х годов вступили в конфликт с тогдашним предстоятелем этой церкви и вот они поставили отдельную грузинскую иерархию в главе которой сначала стоял владыка Иоанн Чехава потом они покаялись вернулись в общение грузины соответственно находились вне общения сейчас большая часть грузин вошла в общение то есть они составляют отдельную архиепископию которая не подчиняется русской древней православной церкви но находится в полном евхаристическом общении в общении с этой церковью интересно что русская древне православная церковь с 3 марта 2002 года является древней православной патриархатом то есть они восстановили патриаршество было это сделано достаточно интересно в спешке буквально восстановили на следующий день поставили за ночь сделали клуб правда один из инициаторов этого поставления уже достаточно давно в нашей церкви находится второй отец Андрея Марченко является одним из самых умных интересных богословов и историков русской древней православной церкви но тем не менее владыка Александр Калинин уже третий представитель этой семьи во главе четвертый епископ в семье и третий глава из этой семьи первый был Иоанн потом был его племянник там они неподряд возглавляли эту церковь и вот после аристарха предыдущего Калинина сейчас Александр Калинин кстати говоря человек закончивший московские духовные школы в 80-е годы был такой момент когда старовец пригласили обучаться в духовных школах конец 70-х начало 80-х годов тогда собственно закончили в нашей церкви епископ Зосима ныне кавказский епископ владыка Александр русской древле православной церкви предстоятель у поморцев закончил Иван Иванович Миролюбов ныне отец Анатолий Миролюбов секретарь комиссии по взаимоотношению со староврядцами и староврядными приходами русской православной церкви а тогда деятель Рижской Гребенчуковской поморской общины самой крупной беспоповской общины мере и соответственно владыка Александр ныне носит титул патриарха количество зарегистрированных общин порядка 70 5 если я не ошибаюсь общин в Румынии это кстати община не генетически не подчинявшаяся в советское время РДЦ общины эти у них в Румынии называются назывались вернее беспоповскими но это на самом деле не беспоповцы а это именно беклопоповцы бывшие там без иерархии одна община есть в Болгарии село Казашка вот ну и соответственно есть московская епархия украинская епархия белорусская епархия а епископов сколько вот вот сейчас точно не скажу но порядка восьми и сами они поставляют епископов да и мира теперь тоже заварят да мира варят сами и советское время варят да вот находятся они да интересно что есть один из епископов присоединившихся из старостильников епископ сионский и западноевропейский Яков Барклай он живет на святой земле ему подчинение значит паства которая находится за рубежом в западной Европе тоже подчинена правда там приходов нету таких официальных да то есть рассеянные прихожане вот и находятся они в диалоге с нашей церкви сейчас переговоры достаточно оживились вот хотя есть много вопросов объединения безусловно сейчас не идет речи да но вопросы ставятся получаются ответы и с нашей и с их стороны и ведет с одним из страстильных синодов тоже переговоры а именно кериковская ветвь матвеевской иерархии вот тоже достаточно длительный переговорный процесс с московской патриархией вообще традиционно у РДЦ были хорошие отношения была даже версия что в общем-то изначально Никола был принят с такой идеей чтобы впоследствии объединиться и была идея якобы трех архиереев которые перешли и со временем это способствовало объединению ну здесь есть разные исторические версии но так или иначе отношения были достаточно такие хорошие но после того как Александр согласил себя патриархом отношения несколько стали более холодными и даже было заявлено в декабре 2014 года в Москве на соборе было принято постановление что переговорный процесс с РПЦМП в настоящее время утратил свою конструктивность и в сложившейся ситуации продолжение представляется нецелесообразным но интересный момент что когда поздравления идут то есть обычно патриаршие поздравления идут под тем титулом под которым себя как бы сам иерарх себя осознает да патриарху Александру по-прежнему шьют архиепископу Александр то есть не признавая его патриаршества хотя скажем у нас митрополиту Хранилию присылают ну и всем остальным в общем-то не в зависимости даже апостольского преемства так что у нас со временем еще есть а вот Белокоренинская секция она признает патриарш здесь да нет нет как мы мы признаем их в сущем сайне но мы законность это патриарш нет нет у нас есть два митрополита митрополит московский митрополит белокоренинский я понимаю но для них так сказать ну как ну как именуем его под тем титулом который сам себя считают но когда встречаются да не признавая как бы какой-то сферы ну сферы власти ну совершенно так же как мы там обращаемся из уважения к какому-нибудь допустим католическому священнику да как к священнику хотя мы даже не признаем его священство в силу того что он обливает на крещеных да то есть вот можно вопрос я может чуть-чуть понимаю насколько я понимаю епископов поставляют несколько епископов да как в этом случае значит что касается русской православной старо-вреческой церкви то есть белокременской архием мы об этом в следующий раз поговорим да там действительно был такой пример единоличного положения как это собственно объясняется какие примеры исторические есть об этом мы поговорим а что касается РДЦ то изначально изначально там два епископа то есть Никола и Стефана они ставили вот подсовь и Ивлев третий епископ они его ставили правда вот во время войны там по всей видимости все-таки единоличное положение было но это опять же исходит из примеров которые есть в истории об этом в следующий раз можно побывать вот я так чувствую время-то уже поджимает а может быть там с беспоповцами придется как-то в следующий раз разбираться но вот есть еще одно направление которое хотя по факту является беспоповским оно на практике по своим первоначальным идеям и по происхождению является как раз происходящим от поповцев это согласие часовин вообще сначала это отдельная беглопоповская группа но особенно при Николае Первом да ситуация со священниками тяжелая и священники особенно которые были вне европейской вернее прихожане которые были вне европейской части России ну и даже на Урале да у них начинаются серьезные проблемы с духовным окормлением поэтому постепенно часть тамшних жителей присоединяется к единоверию не большая часть но достаточно многие из купцов скажем кому нужно было спасать свои капиталы да вот в Екатеринбурге а часть переходит к существованию без священников не исходя из того что они принимают теорию духовного антихриста да и как бы уже не ищут по сути дела священства а исходя из того что просто священников неоткуда брать и вот в 1840 году состоялся Тюменский собор часовин они отказались от приема священников и пришли пришло управление к наставникам старикам к кустовщикам которые избирались общиной и служили в часовнях соответственно отсюда и часовин с появлением белокориентской иерархии определенная часть конечно ее приняла вернулась к поповству но это были все таки далеко не все поэтому часовины стали существовать автономно часовины не приняли без поповской практики перекрещивания и принимали они тех кто крещен трехпогружательно на третьем числе вот это через искрить через это черенок елься в 1903 году на территории Екатеринбургской епархии проживал 33 тысячи часовин уже 12-й год есть вообще данные о том что 50 тысяч часовин проживают проживают они сегодня там приходилось мне общаться и в Екатеринбургской и в Пермской епархиях с часовинами надо сказать что мы не так много о них знаем да они не так светятся на экране телевизора или где-то в СМИ но на самом деле там есть очень большое молодежное движение на Урале и отчасти в Сибии вот первый их съезд был в 1905 году в селе Сосновая Маза под Хвалынском соответственно Саратовская губерния вот там было решено молиться за царя вот и было постановлено что приходящих крестить только в том случае если они не крещены в три погружения в так простите я сказал пятый год десятый год да вот и в одиннадцатом году в Екатеринбурге был потом в двенадцатом году и в тринадцатом еще значит собора то есть очень активная была жизнь перед революцией потом часть ушла в леса часть осталась скажем так обычно делят на заводские более крупные либеральные направления такое и сельское более консервативное направление среди сельских там неприятие телевидения радио трепление кофе чая встречаются такие серьезные запреты если говорить о состоянии богословия оно очень разное то есть есть наставники действительно с очень хорошим пониманием традиции в частности те наставники которые служат в дубчихских скитах дубчих это действительно уникальное место где до сих пор стародатическая иноческая жизнь очень активна вот есть наставники которые в общем уже принимают теорию духовного антихриста есть наставники которые начинают читать даже сектанскую литературу уже то есть где-то идет размывание традиции где-то традиция сохраняется все зависит от конкретной общины кафедральной часовне считается часовня в поселке Лаяс Верловской области в Нижнем Тагиле очень влиятельная община правда немножко в 90-е годы ее авторитет может часть прихожан ушла во главе с местным наставником очень авторитетным который стал единоверничным священием и под его влиянием в Верхнем Тагиле его духовное чадо отец Леонид Полногоров в Нижнем Тагиле а его духовное чадо отец Сергий Комаров в Верхнем Тагиле тоже из часовенных создал единоверческую общину но общины такие традиционные действительно старообретически покорененные только принявшие единоверческую иерархию сами общины считаются совершенно независимыми друг от друга но считают друг друга братскими в случае нужды активно помогают существуют часовенные из-за границей в частности обширная община в США Орегон и Аляск и Газили они в свое время уходили через Китай часть из них впоследствии ушла в Австралию часть в Бразилию из Бразилии потом часть переселилась в Соединенные Штаты в Соединенных Штатах часть из них признала Белокридинскую Иерархию и они получили от Румынской митрополии священство Орегония это поселок Вифлеем на Аляске это город Николаевск достаточно большие центры где бок о бок проживают часовины и белокридинские староверы порой в достаточно конфликтных отношениях но тем не менее они все между собой родственники поэтому живут в одной местности это отдельная достаточно интересная тема но это что касается поповского направления с поповцами немножко не успели поговорим в начале следующей лекции основные направления обозначим если вопросы пожалуйста расскажите о 17 веке исход в Польшу в Турцию физически он как проходил то есть оставляли дома и продавали общину дома и там как им выделялась там земля ну как как уходили это конечно ситуация очень разная то есть иногда просто бежали иногда уходили сознательно целыми деревнями было и деревнями было и семьями да то есть скажем родственными семьями большими семьями да уходили здесь уже конечно все зависло от конкретной ситуации потому что когда бежишь конечно здесь ничего продать не успеешь но были ситуации осознанного ухода подготовленного конечно вот а что касается местных обстоятельств то вот в условиях Польши в условиях Польши это конечно ситуация достаточно положительная была когда как я сказал на землях того же Пана Халецкого предоставлялась возможность строить свои дома создавать общину поскольку это было выгодно местному Пану ну что касается земли бесплатные ну нет конечно ну потом в последующем да в последующем здесь конечно я не могу сказать как они это финансово оформляли вот а что касается Турции там в основном это не красовцы это войска да поэтому там ситуация была немножко другая то есть они получали просто разрешение на проживание как военные отряды как это реализовывалось с точки зрения юридически я честно говоря сказать не могу но профессионами это было немножко другое направление то есть если здесь больше переселялись крестьяне и переселялись люди торговые то там это военное сословие казаки а как к реставрщичеству отношение было и со временем как оно менялось или нет у страны в целом отношение конечно было всегда отрицательным но если взять начало 20 века то мы знаем что там Айбушинские они занимались банковской деятельностью их многие другие фамилии но как допустим это объясняют Айбушинские что всегда был некий комплекс вины и вот в силу этого комплекса вины они должны были обеспечить социальную базу для своих рабочих это есть у Айбушинских это есть у Морозова создание больниц библиотек то есть они не рассматривали Айбушинские особенно об этом много пишут они не рассматривали деньги как исключительно свою собственность а скорее рассматривали себя как ответственные за распределение то есть это особый тип трудовой этики своеобразной да как у протестантов есть свой тип так в общем у вот этих старообрядцев начала двадцатого века тоже свои представления были то есть человек который получает деньги он одновременно становится ответственным за эти деньги за то куда он их вложит да не просто как там в некоторых рядах протестантизма да получил деньги значит ты хороший а здесь наоборот испытания что ты с ними сделаешь как ты сможешь сможешь ли ты людей за счет этих денег помочь обеспечить работу они к каким согласиям эти купеческие очень очень разные да можно еще подробно относительно того момента перехода митрополита амбросия в старопречество то есть какие у него саморубы и как вообще то есть был какой-то переговорный процесс с ним и о том если от него какие-то может там вспоминания мы в следующий раз это как бы подробно все разберем но да безусловно там сначала причем есть свидетельство о том что он сопротивляется то Митарикова говорит что он не будет потом на следующий день посланцы приходят к нему при том что сын его убеждал присоединиться потом приходят посланцы уже в общем-то попрощаться на следующий день говорит что он согласен там есть ну старые боицы считают что он явился святителем Никола и поэтому изменил свое мнение а что касается описаний вот этих переходов там достаточно много воспоминаний свидетелей которые отчасти хранятся отчасти были опубликованы в трудах Суботина миссионера известного Суботина вообще очень такая парадоксальная личность он опубликовал документы которые в результате сегодня служат источником для старообрядческой истории и старообрядцы их в свою сторону интерпретируют а он их публиковал для того чтобы обличать старообрядцев вот такой парадоксальный персонаж ну хотя бы он как раз житей аватум опубликовал и тут же один из архиереев православной российской церкви сказал какой замечательный литературный памятник в субботе чуть не провалился он его публиковал как обличительный посмотрите на фанатиков вот а что касается некоторых документов они есть в ленинской библиотеке в отделе рогописи ну это не воспоминания самого метрополита сам он не писал да но это переписка своего канцелярия переписка его сына георгий а нет сын был не в санне а у них были какие-то то есть взаимосвязи почему он его уговорил то есть они как-то ну они вместе жили нет я имею в виду связи составляться нет 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 ну просто георгию понравилось то есть он больше сомневался да потом кстати у георгия там наоборот сомнений но там тоже совсем ясный момент на самом деле почему он изменил свою точку зрения вот ну нет он никогда не противился старообрядцем как церкви я имею в виду что до появления вот этих переговорщиков или кого-то они не были знакомы нет 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 спасибо спасибо следующая лекция будет через неделю но не в среду а во вторник в 7 часов даже если где-то будет написано другое время или веки не веки сразу же чтобы Продолжение следует...